Музыка Конкурс лучший по профессии среди водителей Сен-Схимпласта приуроченный к празднованию Дня Автомобилиста на градообразующем предприятии традиционен и популярен. Целью проведения является повышение заинтересованности водителей, совершенствование профессиональных навыков и, конечно, выявление лучшего водителя предприятия Сен-Схимпласт. В этом году в конкурсе приняли участие 18 человек. Старики, они профессионалы высокого класса. Ну а молодежь, она, естественно, как профессионал высокого класса не приходит. Она должна свой опыт наработать, поэтому молодежь тянется за ними. Идет передача опыта, и постепенно молодежь тоже подтягивается, потому что я вот сколько лет уже отработал, здесь посмотрел, те, которые приходили с зелеными пацанами, сейчас уже опытные, матерые водители. Первый этап конкурса, в котором водители сдавали теоретическую честь, прошел на базе отдела подготовки кадров. Так, в номинации на проверку знаний правил дорожного движения участники выполняли задания по билетам в форме экзамена. Результаты проверки знаний правил дорожного движения оценивались количеством правильных ответов в экзаменационном билете и затраченном на них временем. Второй номинацией конкурса стала проверка знаний автомобиля. Есть какой-то вопрос, который трудный для всех? Да я думаю, что нет. Для тех, кто интересуется, допустим, своей профессией, вникает в какие-то ремонтные дела, даже элементарные, смотрит, хотя бы рассматривает те детали, которые берут со склада, что на них написано. Я считаю, что для таких товарищей, ну, сложного здесь нет ничего. Ну, так вот, как-то повнимательнее, наверное, надо относиться к тому, на чем работаешь. Третий этап состязания выявлял лучших в навыках оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. Зрачки можно проверить, что если не реагирует на свет, то значит тоже. Зрачки какие будут? На свет должны реагировать, то есть в темноте они... Должны реагировать, да? На свет. У него? Да. Если свет... Ну, ладно, зрачки реагируют, пульс отсутствует, дыхание отсутствует, считаете он клинической смерти. Запрокидываем голову, проверяем, чтобы внутри гортани не было и налогных тел, делаем нажатие. 15 октября на площадке гаража автотранспортного цеха стартовал второй этап состязаний, в котором конкурсанты демонстрировали навыки вождения автомобиля. Приняли в нем участие конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в первом туре. Открылось мероприятие с поднятия флага Сен-Схимпласта. Флаг предприятия был поднят лидерами соревнований прошлых лет. Игорем Сауло, Андреем Логвиным, Ануровым, Леонидом. В минувших годах соревнования проводились на габаритных машинах МАЗ, КАМАЗ. В этом конкурсанты крутили баранку компактной «Газели». Согласно условиям конкурса, во время фигурного вождения участникам необходимо было выполнить упражнения в четырех фигурах – колея, коридор, эстафета, змейка, бокс, стоп. КАМАЗ. 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 它 ЕДОВ – КАМАЗ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, так, средняя сложность, ну, как сказать, где-то легко, где-то тяжело Все-таки без тренировки это все на отлично не пройдешь Самое сложное, ну, вписываться все-таки вот в узкий проем, ну, в принципе, замейки не особо было сложным Их работа и опасна и трудна Сторона этого конкурса В этом году 7 человек по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения Получили высокие баллы, то есть сдали экзамены Чего раньше у нас не было Вот в этом году и по 17 баллов набрало очень много народу То есть молодежь готовится и правила изучает, положительная тенденция, чему мы очень рады Вот, история показывает вот сейчас на практической части, что все же у нас, если были победители и призеры, они не случайные И каждый год они квалификацию свою подтверждают Но молодежь им наступает на пятки, она не уступает, молодежь И это тоже, тоже нас очень радует Интересно, это, конечно, соревнования друг с другом Водители все равно себя пытаются показать, быть лучше других Чувство соперничества За звание лучшего по профессии 2015 боролись и победители конкурса прошлых лет Участие принимаю уже, наверное, больше 10 лет, как началось у нас это соревнование Каждый год Но победителям, ну, раз в 5-то, наверное, точно было первое место Ну, а так вторые, третьи были места Почему? Чем любо дорог конкурс-то для вас? Ну, интересно, во-первых И проверить себя, свои умения, знания, правила, умения вождения Сегодня в работе специалистов автотранспортного цеха многое изменилось Неизменным остается профессионализм и желание постоянно повышать свой уровень Я рада отметить, что конкурсы-то набирают обороты Популярность их растет И если раньше с трудом можно было где-то набрать команду для выступления, да, для этого конкурса То сейчас, наоборот, у нас в конкурсах численность увеличивается Мы это видели и на конкурсе слесарей Мы это видели на конкурсе молодых специалистов И по водителям мы тоже видим, что заявилось 22 человека Но по различным причинам несколько человек не выступали То есть люди идут на конкурс, им это нравится Автотранспортный цех Сенс Химплэста ценится сплоченностью и работоспособностью коллектива 23 октября во Дворце культуры юности эти люди будут принимать поздравления с профессиональным праздником Праздники водителей мне очень нравятся Я в восторге от того, как это организует автотранспортный цех Потому что когда в 8 утра в ДК юности и крепче за баранку держись шофер Или кан-кан пляшут в 8 утра для водителей Я просто без ума от их праздников с удовольствием ухожу на эти праздники Азарт участников подогревал весьма весомый презент Призеров конкурса ожидает прибавка к зарплате в течение года и существенная денежная премия По итогам конкурса третье место денежная премия присуждена Андрею Логвину Второе место у Игоря Саула А победителем стал Леонид Ануров С чем мы его горячо и поздравляем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова